Всем привет! Это программа Точка.ру. С вами Юлия Черняева. И сегодня я вновь расскажу о том, чем же жила Всемирная Сеть всю минувшую неделю. Обновляемся! Сегодня в программе. Самарцы делятся теплом. Греемся вместе, а вам включили отопление. Разыскиваются молодые самарские ученые. Остановите музыку. Почему так дорого слушать треки в соцсетях? Приложение Госуслуги станет персональным помощником. Это фиаско, братан. Новый мем шагает по стране. Когда вышел утром на крыльцо, а там... Все это и многое другое прямо сейчас. Осень не щадит. Справа чихают, слева кто-то жалуется на погоду. Друзья, крепитесь! Холодное лето сменилось не менее холодной осенью. Тепло в дома самарцев приходит постепенно. И люди радостно делятся со своими подписчиками этим событием в соцсетях. И многие даже не против этим теплом поделиться. Приглашают в гости погреться и выпить чаю. Греемся вместе и радуемся золотой осени. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть здесь молодые ученые или те, кто мечтает связать свою жизнь с наукой и космосом? Новыми технологиями и разработками? Тогда дерзайте! Стартовал второй всероссийский конкурс «Спутник», организованный Самарским университетом. Именно Самару выбрали финалисты первого конкурса для получения высшего образования. В конкурсе юных инженеров-исследователей могут принимать участие школьники с 5 по 11 класс. Необходимо пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия и выполнить тестовое задание до 10 ноября. Это первый этап. Второй этап – это разработка и презентация проекта на одну из тем, которые пришлют организаторы. Финалисты приедут в Самарский университет, где смогут прослушать специальные лекции, поработать в лабораториях и посетить ведущие предприятия аэрокосмической отрасли региона. Ну а заключительный, самый приятный этап – это профильная космическая смена. Она пройдет в Крыму на базе лагеря «Артек». Не упустите такую уникальную возможность. За что? Почему? Какого лешего? Именно так прилично и порой не очень вопрошали пользователи Одноклассников и ВКонтакте, которые столкнулись с запретом на безлимитное прослушивание музыки в этих сетях. Теперь нам можно бесплатно слушать музыку в фоновом режиме всего лишь час в сутки. Чтобы снять ограничения, нужно оформить ежемесячную подписку. Естественно, платную. И на этом владельцы ВК и ОК не останавливаются. Совсем скоро лимит будет ограничен до 30 минут в сутки. Просто зверство какое-то. Новое введение действует в последних версиях мобильных приложений обеих соцсетей. На веб-версии оно не распространяется. На компьютере фоновое прослушивание музыки по-прежнему не ограничено. Ограничения ввели согласно договоренностям с правообладателями, ведущими музыкальными студиями мира. Платная подписка – это возможность для музыкантов получать стабильный доход от публикации своего контента в соцсетях. До этого в апреле ВК перезапустил свой музыкальный раздел. Он также стал платным для офлайн-прослушивания музыки. Надо было перестать обновлять ВК еще в 2013. Сейчас бы и кэш с музыкой был у меня, и лайки справа. А тем временем обновилось приложение госуслуги для Android. В итоге изменилась стартовая страница, раздел настройки ленты сообщений и каталог услуг. Теперь на главной странице отображаются процессы оказания всех доступных госуслуг. К примеру, приложение напомнит вам о визите к врачу или о записи на прием в администрацию города. Напомнит госуслуги и о том, что вам пора платить по счетам. Причем буквально за коммуналку, штрафы, налоги и прочие платежи можно не переживать. Вам придет уведомление. В приложении также появится уведомление о смене какого-либо документа. В каталоге услуг можно найти доступные варианты, которые предлагаются в выбранном регионе. В разработке обновления принимали участие сами россияне, присылали свои пожелания и рекомендации на сайт госуслуг. Скачать приложение для Android можно на официальном сайте госуслуги. Обновление для других платформ выйдет немного позднее. Российский интернет, похоже, влюбился в очаровательного пса породы Сиба Ино по кличке Стив, который в коротком ролике попытался перейти реку по повальному дереву и свалился в воду. Перелази, пойдем. Пойдем на ту сторону. Пошли. Пошли. Пойдем. Пойдем. Давай, давай, давай. Давай, иди, я за тобой. Смотри, не упади тут. Это будет фиаско. Это фиаско, братан. Хозяин пса Владимир Лавров заверил, что со Стивом все в порядке. Он быстро вылез из воды и не пострадал. Все те быстро поняли, что фраза «это фиаско, братан» подходит к любой маломальской провальной ситуации, коих в жизни много. Масштаб и серьезность происшествия не имеют значения. Эта фиаско, братан, подойдет как для конца света, так и для неподготовленного домашнего задания. А иногда просто для чего-то неожиданного. Казалось бы, что может удивить тебя ранним утром, если ты живешь на Аляске? Ну так, может, иногда медведь пробежит или еще какие диковинные животные. Но чтобы сразу семь котят-рыся на крыльце? Никогда. Протирал глаза поутру и житель города Анкоридж, Тим Ньютон, когда услышал странные звуки на крыльце. Тим пошел проверить, что же там происходит. Открыл дверь и увидел семь котят-рыся и их мать. Что же сделал Ньютон? Правильно побежал за фотиком и успел сделать прелестные снимки не менее прелестных котят. Около получаса усатые гости резвились во дворе его дома, прыгали и играли. А кто сегодня разбудил вас? На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группу вконтакте, фейсбук и канал на ютьюбе. А теперь мы есть еще и в телеграм, а на ютьюбе у нас уже 14 миллионов просмотров. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok